Всем привет, друзья, меня зовут Николай, сегодня мы вместе с вами попробуем молоко Милава. Мы уже пробовали такое молоко, когда оно было таким свеженьким, совсем в бутылочке, и хранилось в дни 10. Да, вот это молоко, оно, в общем-то, долгое хранение, потому что оно стерилизованное. 6 месяцев оно хранится, довольно-таки приличный срок. Или 4 месяца, если при комнатной температуре. Ну что же, нарисованы такие красивые коровы на нем, которые пасутся на лузке. И, кстати, вот упаковка вообще, вот, когда я ее взял, я подумал, блин, слишком она большая. То есть вот за счет того, что она тут белая, а тут красная, такое создается впечатление, что она больше, чем обычная. Цель тут с обычной, как бы, литр молока. Ну, то же самое вот, вот это, например, молоко. Вот это визуально кажется больше, чем это, ну, у меня лично. Вот, когда я его взял в руку, такое странное чувство было. Ну что же, Милава, такое молоко мы пробовали, написано без добавления сухого молока, если мы это узнаем. Изготовлен из молока нормализованного. Это значит, что у нас взяли много-много коровьего молока, выловили оттуда сливки, чтобы, в общем-то, сделать ровно 3,2%. И потом лилию. В общем-то, обычное дело. Производство Республики Беларусь, Минская область, город Борисов, улица Ковалевского, 2А. Заходите в гости. И вообще, давайте передадим привет всем, кто из Беларуси, и в частности, из Минской области, из города Борисов. Друзья, всем привет. Ну, же, сейчас я буду открывать это молоко. Традиционно оно у меня разливается, когда я его так открываю на весу. Давайте попробуем быть аккуратными Машеньками. Вот, я аккуратная Машенька, я его открыл. Чего? Такой странный. Немножко кисловатый был запах вначале. А сейчас уже нормальный. Сейчас даже он какой-то приятный. Такой пахнет луговыми собачками. Ну, луговыми цветами. Так, налил я это молоко. Ну, в общем-то, Интересный у него привкус. Нежнейшее молоко. То есть, оно, знаете, действительно крутое молоко. У него такой нежный вкус. Парень, первое вкусовое ощущение мне очень нравится. Сейчас он будет раскрываться. Мы с вами еще это обсудим. Ну, первое ощущение, то, что это просто вот такое там сливочное безумие. То есть, молоко безумно нежное, оно просто вот как-то просто вот уносит у вас какую-то молочную страну. Именно, ну, сейчас. То есть, оно вот такое вот очень сильно сливочное. Сливочное не в плане сливочного масла, а в плане сливок. И при этом оно какое-то легкое и нежное. Прикольно. Хорошее молоко. Ничего не скажу. Ну, какое-то даже вот, знаете, со вкусом сливочной помадки, вот оно сладковатое. В нем, в принципе, даже не чувствуется привкус, знаете, топленого молока. Зачастую, практически в любом молоке, вот в таком пакетированном, у него привкус топленого. У этого молока, этого привкуса нет. Вот. Так что, видимо, они очень грамотно его как-то стерилизуют. Очень хорошо, правильно нагревают, остужают. Ну, может быть, партия такая попалась, но... на мой вкус очень хорошее молоко. Очень хорошее. Я удивлен, я удивлен, признаюсь вам. Ну, вот когда... Слушайте, а может, я и не делал обзор милавы, бутализированный, по-моему, делал. Ну, я посмотрю потом. Ну, смысл в том, что, в общем, вот это очень хорошее молоко, друзья. Я, считай, не ожидал. Я думал, в общем-то, это будет что-то такое не очень. Не потому, что я как-то предвзято отношусь к белорусскому молоку, скорее, предвзято отношусь к пакетированному молоку. И обычно пакетированное молоко очень сильно не такое вкусное, как вот, которое из бутов, но вот это молоко, оно именно вкусное, да. У него очень правильный привкус. Молочный. Вот как должно быть, как, видимо, такой, чуть ли не эталон молока из пачки. То есть, вот это реально хорошее молоко. Да. И дальше в конце есть такая небольшая легкая кислинка, она правильная, она молочная. Так оно, так должно молоком, наверное, на вкус быть. Да, хорошее. Ну, что ж, большое спасибо вам. В общем, рекомендую. Попробуй просто, может быть, мне так повезло с партией, не знаю, много разных может вещей совпасть, но в целом, давайте обсудим молоко Милава, белорусское молоко, здравушка.бу. Да, в общем, молодцы, молодцы. Давайте обсуждать, обсуждать, обсуждать. И давайте обсудим, вообще, какое у вас самое любимое молоко, самое вкусное молоко, пакетированное, которое вы пробовали. Я раньше всегда пил пакетированное М-Леонозовское. Ну, вот еще несколько видов молока мне понравилось. Вот Останкинское тоже неплохое молоко. Вот это тоже, в общем-то, в стройку лидеров, может быть, вошло бы по пакетированному молоку. Действительно, неплохое. С вами был Николай, жду ваших комментариев. Пока.